В этом году более 600 славянских ребят отдохнут в здравницах Краснодарского края. Бесплатные путевки они получили в Управлении социальной защиты населения. Наши корреспонденты узнали, что необходимо, чтобы получить путевку, а также пообщались с родителями, отправляющими своих детей на отдых. С подробностями мои коллеги. Пол девятого утра около Управления социальной защиты населения Славянского района начинают собираться дети и их родители. Всем этим ребятам и девчонкам посчастливилось последние дни каникул провести в одном из лучших детских оздоровительных лагерей Кубани – «Жемчужине России» – города-курорта Анапа. И если ребята немного волнуются перед путешествием, то родители, бабушки и дедушки не скрывают своей радости по поводу выпавшей возможности бесплатно оздоровить своего ребенка. Две внучки отправляем. Они довольны, и мы довольны, что они отдохнут на свежем воздухе от нас, а мы от них. Так что мы очень довольны, что нас обеспечили путевками, что они поедут отдохнуть, подлечатся. В лагере ребята будут находиться 18 дней. Перед отправкой всех детей осмотрел педиатр, кстати, который будет сопровождать их и в пути. В санаторий и обратно ребят доставят на комфортабельном автобусе, выделенном специально для этих целей администрации района. Кроме жемчужины России, дети этим летом также отдыхали в Сочи, Ейске, Геленджике и славянском лагере «Лебяжий берег». В этом году у нас по линии управления социальной защитой населения порядка 600 детей славянского района получат оздоровление в лучших здравницах Краснодарского края. Это Анапа, это Геленджик, это Сочи. Прекрасные лагеря, такие как «Жемчужина России», «Джугба» принимают наших детей на летнее оздоровление. До конца года, это в августе месяце, мы еще оздоровим 150 детей. И на конец августа все те, кто планировал оздоровиться у нас, все те, кто планировал получить путевки, все получили. То есть мы удовлетворяем стопроцентную потребность тех граждан, которые находятся на учете в управлении соцзащиты. Бесплатные путевки предоставляются многодетным и малообеспеченным семьям, состоящим на учете в соцзащите, чтобы отправить летом ребенка в лагерь. Позаботиться об этом надо еще в начале года. Необходимые документы, их немного, предоставить в управление социальной защиты, желательно до середины весны.